15 самарских тружеников тыла до конца мая переедут в новые квартиры. Социальные выплаты на приобретение жилья поступили в областной центр в апреле и были тут же переданы самым нуждающимся. Участники Великой Отечественной войны квадратными метрами сейчас обеспечены полностью. Продолжается работа по улучшению жилищных условий вдов-ветеранов. Полгода назад новоселье справила Нина Симакова. Довольна ли женщина новой квартирой, узнал Георгий Федоров. Начало войны Нина Симакова встретила 10-летней девочкой. Повзрослеть пришлось быстро. Почти все мужчины ее совхоза ушли на фронт и Нина вместе с другими подростками работала в полях, помогала собирать урожай. После войны в начале 50-х переехали с матерью в Куйбышев. С будущим мужем девушка познакомилась во время работы на 4-м подшипниковом заводе. Молодой слесарь Михаил в войну проявил себя настоящим героем. Он участвовал в боях и потом там его ранило. 8 или 9 человек он вынес с поля, пока его самого не ранило. Мужество и обаяние фронтовика растопило сердце девушки. Свадьбу сыграли в 52-м. Душа в душу прожили более 20 лет. Родили и воспитали двоих сыновей. В 74-м Михаила не стало. Трагический несчастный случай. Мужчина утонул. Свыше 60-ти лет Нина Ивановна прожила вот в этом доме. За эти годы деревянное здание обветшало. Зимой в квартиры пробирался холод. Получить социальную выплату на новое жилье маме помог сын Сергей. Очень хорошо, что такая программа. Мне встречались все время такие хорошие люди, которые подсказывали, как лучше сделать и как правильно сделать. Всю зиму жила в тепле. Вот так ходила все время с коротким рукавом. А там я окуталась, все до мне пухует, лоток с меня не слезал. Все. Вот сейчас. Очень довольна я. Мне хочется, чтобы у меня комната была с балконом. И все мне вот, все сошлось, все. Слава Богу, благодарю за всех. В Самарской области сейчас проживают 23 вдовы участников войны. В этом году федеральным бюджетом предусмотрены выплаты на приобретение жилья для пятерых. На совещании по подготовке к празднованию Дня Победы глава региона поставил задачу обеспечить квартирами всех нуждающихся в максимально короткие сроки. Я считаю, что мы этот вопрос должны закрыть. У нас и муниципалитеты имеют возможность, в том числе договориться и с застройщиками, решить этот вопрос. Там, где нет такой возможности, в небольших муниципальных образованиях, значит, мы с вами должны изыскать эти средства. В Самаре накануне 73-й годовщины Победы свои жилищные условия смогли улучшить 15 тружеников тыла и одна участница войны. У нас все ветераны, участники инвалидов Великой Отечественной войны обеспечены жильем. У нас осталось сейчас необеспеченными 4 человека. Это вдовы участников Великой Отечественной войны. И Дмитрий Игоревич Азаров сказал, что, безусловно, эту проблему будет решать. Мне очень хочется в преддверии Дня Победы поздравить их с праздником и, самое главное, пожелать здоровья и чтобы их дети, внуки всегда были рядом и помогали. Этого же всем желает Нина Симакова. Сыновья и внуки, которых она называет своей главной победой в жизни, навещают ее каждый день. 9 мая также встретят в семейном кругу, но уже в новой уютной квартире. Георгий Федоров, Сергей Костин. Новости губернии. Новости губернии. Новости губернии. Новости губернии.